Итак, в Санкт-Петербурге проходит финал четырёх Кубка России по баскетболу. Сейчас играется второй полуфинал. «Сенит» принимает московский МБА. Счёт 81-71. Это же 82-71, забиваясь в тропной. Легионер из Америки. А до конца матча минута 45. А вот и второе очко фрейдера. И уже его меняют. Выходит фрейдзон. Идут баскетбольные разборки. Между Кулагиным-Коноваловым и подключившимся Карасёвым. МБА начинает атаку. Но что-то замешкались. Бросок по кольцу. Мимо кассы. Карасёв подбирает мяч. Но толк нарушения. Судья свистит в пол. 18-му номеру. И два штрафных. А эти фоловли пробиваются. Их уже пять. Командных. И пять уже есть. Пробивать будет Карасёв. До конца матча минута 31. Играет. Следующий. Играет. Держи. Играет. 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 Минута 31. В атаке МБА. Рассёк набрал уже 10 очков за сегодняшнюю игру. Больше только у Фрейзера. 19. А вот Платон набирает 3 очка из МБА. Сопрощая разрыв в счёте. Но разница всё равно 11 очков. В пользу Зенита. До конца матча. Минута 5. Бросок мимо. Подбор. Борьба. Что показывает судья. Фоу-нападение. Однако. Номер 21. Сергей Торопов. Что-то похоже. Торопов, похоже, выписывает фоу. А тренеру МБА старший Карасёв, который когда-то играл в Питере в ленинградском «Спартаке» у самого Кондрашина. Дорогие друзья, трагожая матча на сфере 1 минуты. Я хочу напомнить о том, что вы не забыли знать волшебные просветы, которые сегодня в клубах предоставили сделать частью праздничного шоу. Концовка баскетбольного матча обычно затягивается на минутный перерыв. И вот так происходит в очередной раз. Горозов-старший дает последние указания своей команде, чтобы попытаться отыграться. Возникают вопросы. Что-то сфере им это сделать. Вот фанаты «Зенита» не внимаются, поддерживают свою команду. Здесь не нужен фан-айди. Ну и стадион, в принципе, заполнен. Хотя есть свободные места. Но завтра еще можно купить билеты, я думаю. Похоже, «Зенит» должен выйти в финал Кубка России. И будет играть с Нижним Новгородом, который обыграл Химкин. Судья вводит мяч. Отдает игроку МБА. У «Зенита» жесткий прессинг, начиная. Ага, потеря мяча, но быстро подбор. И Дрёхнин, Тоновалов забивает свои два очка. И них на счету у него уже 14. А больше только у Валиева, 15. Конца матча 47,8 секунды. На паркете номер ноль. Дрёхнин, Фрейзер. Встречает Фрейзер. И вместе с вас всех, это на Питер. Пять выходит Фрейзер на площадку. Последний 40,8 секунды на четвертье. Самые затягивающиеся секунды. МБА «Фалит» на Карасеве. И очередные фалы будет пробивать Питерский «Зенит». Дрёхнин Корсанхин получил неосмотренный фул. Уменьшили его и четвертый фул. Четвертый фул. Получает. Подбирок МБА. Кирилл Никарасев. Попадает в Страхнова. Увеличивая разницу. Доводя ее до 10 очков. 86-76. Повторный бросок. И тоже точный. А еще и ввод мяча. Пол получился технический. А еще и мяч у «Зенита». Стало быть, атака. Симакас. Простите, у МБА остается одна атака. Вот розыгрыш. Ага, потеря мяча. Фрейзер с Кулагином не смогли поделить мяч. И он у игроков МБА. Однако у них бросок не получается. 30 секунд до конца. В четвертой четверти. Как говорит Диктор. Однако, похоже, дополнительного времени не будет. А будет очередное пробитие фол. И я показываю два броска. Ага, первые не точные. Штуки Кулагина, наверное, хорошо приполучали. А вот тоже не точно будет. МБА идет в решающую атаку. 25 секунд до конца. Меч и защита. Рыбер, Фрейзер, третий пол. А Фрейзеру пол выписывают. МБА будет пробивать. Остается 25 секунд. Против наш Дмитюшкин, талисман Зенита, устраивает игроков и зрителей на победу. 11 очков разница. 10 очков разница. Последние 20 секунд четвертой четверти в атаке Зенит. Томкинс. Передача Фрейзеру обводит игрока МБА. Передача Карасеву. Зенит намеренно держит мяч. 9-8-7. Фрейзер выходит в судопеки. Делает круг за кругом. Все, победа Зенита. И бросок. Сосчетом 87-77. Побеждает питерский Зенит. Побеждает питерский Зенит. Девятнадцатого числа, решающим матчем на Севернаде. Парижки Новгород. А пока давайте еще раз поплатим команду. И команде Севернаде пойдет в храме. Вплоть за нашим Аллой Светов и благодарность за эту красивую встречу. А с вами, друзья, мы будем рады встретиться. Девятнадцатого числа. Сначала матча. За третье место встретится команда Кимки и ППК ФРА. И затем наш главный матч. Финал. Войнлайн-рюбка на России по баскетболу. Ждем вас всех воскресенья. И дам нового баскетболу. До встречи на субботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова